Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Раим и продолжаем игре в черепашке ниндзя леген, у нас закончился турнир и я в лиге мастеров 3 звезды, так что друзья мои можете похлопать меня в ладошки, я старался для вас, ну и конечно же немножечко для себя. Так, что у нас тут слэш и вот они, вот они мои осколочки родные, 75 платиновых осколков, так что дальше, дальше мы с тобой идем бустить, у нас ребята, ну я вот только с больничек пришел, я говорил что я ходил на прием, меня выписали, так что через 3 дня я пойду на работу, надеюсь больше не заболеем, так и, и что, и у меня задержался немножко ребята буст, ну то есть я должен был в 4 часа, да, как бы по идее играть, а в данный момент у меня без 15,6, мы знаем прекрасно что, даже 15 минут это уже много, я уже молчу про полтора часа, но тем не менее, как говорится у меня не теряется надежда, каждый раз, когда я сажусь играть, я всегда думаю что, ну может быть сегодня, может быть сегодня, вот оно, вот, 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 и обосрались, извините, обделались, вот, вот, никогда у нас не получается, ну, в этот раз, я думаю, будет не исключение, но тем не менее, я попал, блин, что такое? Эй, хе-хе-хе, что-то горло у меня заболело, ребят, да ладно тебе, давай 11-12 уже, да что такое-то, такое ощущение, как будто я стекло толченое проглотил, блин, так болит почему-то, кадык, хе-хе-хе, видел бы на мою рожу сейчас, да что ж такое-то, прикинь, только выписался, сейчас опять еще заболею, вот будет смех, блин, меня не поймут на работе, ребят, просто не поймут, скажут, блин, ты косырь, косырь, ты сраный, давай выходи на работу, работать, работать некому, он сидит там, отдыхает, расслабляется, ой, хорошая водичка, холодная, мокрая, так, ну ладно, давай мы с тобой сейчас попробуем найти 12, ой, ить, ать, твою налево, а сейчас могут так сделать, что, ребята, мне 12-13 и не выпадет больше, да? Нет, выпало, ага, так, ребята, уже 4 бойца, это третий поединок, у нас уже 4 бойца, значит, не очень, а мы с тобой запоздали, так скажем, так, ну эта серия чуть позже выйдет, потому что у меня там еще предбустовая серия, друзья мои, есть, так что мы начнем, наверное, с нее, да? А потом уже выложим и эту, пока все отлично, двигаемся дальше, поехали, так, ну что, элита, да, друзья мои, элита, одна звезда, пока, месь, давай я, наверное, буду делать так, все равно, ребята, их отыгрывать надо, как ни крути, поэтому, что мне их, солить, что ли? Сейчас, один удар, и все, и они распластаются, давай, закрадной, бомби их, оп, и все, в начале крит урона, потом минус скорость, минус скорость, минус скорость, зачем это показывать, я не понимаю, ребят, если они уже все, как говорится, одупленные, так, элитушка, две звезды у нас, и мы с тобой должны найти, по идее, тринадцать, пятнадцать, да, должны и нашли, из какого, а, слэш, слэш, ребята, у нас первым опять встал, в очереди, потому что на него, мы нашли пятьдесят, ну, как, не нашли, мы заработали на него пятьдесят, карточек, поэтому он, впереди планеты, все стоит у нас там, но это, дело поправимое, мы это сделаем, только чуть-чуть, чуть-чуть попозже, так, двигаемся, так, элита три звезды у нас уже, да, значит, тринадцать, пятнадцать, попробуем найти, сколько там, тринадцать, шестнадцать, по идее, да, должно быть, я ничего не путаю, ты смотри, смотри, как крепко держится за свои тринадцать, пятнадцать, ни шагу назад, называются, ребята, ни шагу назад, тринадцать, пятнадцать и все, от Соломоны, а, бусурманы, ты глянь, я уже, ребята, не знаю, сколько, я, я хочу найти, есть, есть, оу, е, нашел, друзья мои, как ни странно, тринадцать, шестнадцать, как тебе такой расклад, я так лично думаю, что это очень хороший расклад, для меня, тринадцать, шестнадцать, теперь вот только мне интересно, мы перейдем с тобой, сразу в следующую, в следующую лигу, или же нет, пух, готово, ну, Джастин здесь, конечно, выпендривается, потому что, таких сосунков мог уничтожить, кто хочешь, а, ребята, не перешли, не перешли, ай-яй-яй, ну, что же, опять минус бой, сразу же, ребята, автоматом, сразу минусуется у нас поединок, раз, два, три, четыре, раз поединок минусуется, значит, уже может нам потенциально не хватить, для перехода, ребята, давай плюшку свою бросай, все, накрыл их медным тазом, такс, давай дальше двигаться, итак, мы, ребята, с вами в самураях, одна звезда, 14.17, великолепно, что-то мне, ребята, захотелось еще сходить на тренировку сегодня, вот прям сейчас сижу и думаю, блин, как бы мне сходить на тренировку, я сегодня сделал, что, плечи, ноги, можно было бы, наверное, сегодня еще и спинку поделать с бицепсом, 6 часов, если они до 10, слушай, как вариант, наверное, ребят, я захожу, позанимаюсь маленечко, знаешь, почему хочу позаниматься, ребят, я в последнее время не могу уснуть, то есть, я ложусь, и полночи воручаюсь, как блин, на сковородке, я не могу выспаться, я вот думаю, может быть, я немножечко позанимаюсь, как сказать, выдохнусь, устану смертельно, в кавычках, приду домой, лягу спать, и сразу такой блаженный сон будет, мне бы хотелось бы этого очень сильно, ребят, потому что сон, на самом деле, это чуть ли не самое главное у нас, потому что во сне мы восстанавливаем свой организм, во сне у нас идут оздоровительные процессы всего организма, ребят, и если у тебя сна нету, или сон беспокойный, то ничего хорошего тебе не сулит вообще в дальнейшем, понимаешь, кроме как накопление вот этого вот, недосыпанного, и который будет в конце концов сказываться очень, очень, ребята, плохо на вашем организме, поэтому человек должен спать 8 часов в сутки, 8 часов, ребята, положено, надо поспать, вот, пересыпать не надо, тоже там 10-11, а вот 8 часов, 8, ну 7, бог с ним, 7, но не 4, там 3, 2 часа, я имею ввиду уже вот, когда был малым, пофиг, ребята, было мне, вот если честно, по барабану, сколько там я спал, я был всегда такой на взводе, и самое-самое удивительное, что я как, сколько себя помню, что в садик, когда меня водили, что в школу, как только будни, ну, рабочие дни, да, ой, все, меня фиг разбудишь, как только выходной, все, уже бежит, включает телевизор, включает приставку Дэнди, и начинает там, дринькать, в нее, ну, это я уберу, уже школьное время, если брать, если брать время еще поменьше, то, что мы там делали, включали, я не помню, там, если честно, по телевизору, в то время, вот в мое время, когда я был маленьким, в основном показывали всякие съезды, всякие, я уж там не помню, как их звать, КПРФ, или как они звались, точно сейчас не скажу, но вот эти вот съезды, постоянно были всякие, вот эти заседания, блин, вот, балеты там, еще что-нибудь, редко, когда покажут тебе там сказку, так, по-моему, называлась передача в гостях у сказки, вроде бы, если не ошибаюсь, и любимая на тот момент еще была «Спокойной ночи, малыши», да, ребят, вот такое наше было детство, у нас не было вот этих вот сейчас, мультиков, которые вы сейчас привыкли смотреть, а уж молчу там про компьютерную графику, нет, конечно, какой-нибудь, ну, погоди, тебе за радость его посмотреть, ты бежишь с нами на голову, или там дымовенно кузя какой-нибудь, знаешь, ну, а что поделаешь, ну, время такое было, понимаешь, из веселья, я еще раз повторяю, мы, вот у нас сейчас у всех есть телефоны, да, у нас вот молодежь, в данный момент без телефона практически вот ничего не может сделать, вот забери у него телефон, все, он как, знаешь, как потерялся, как будто его кинули непонятно куда, знаешь, все отобрали у него, и, типа, иди живи как хочешь, и все, и такое ощущение, что он просто не выживет без своего телефона, без гаджета, без своего, до чего уже привыкли, я даже помню своих детей, они с малолетства тоже, вот эти гаджеты, сын у меня, где-то, наверное, в лет 5-6, наверное, он в компьютерах разбирался уже лучше, чем я, он уже мог там, чуть ли не винду переустановить, и там подобное, понимаешь, и в играх он разбирался лучше, чем я, особенно там, такие стратегии, или тактические, или особенно вот эти вот головоломки, он их решал на изи, а я все никак не мог понять, как он так это делает, потому что, ну, тогда вот, сейчас дети более современные, они уже как бы идут в ногу с этими, с гаджетами, а в мое время гаджеты только появлялись, то есть у меня была эпоха без этого, и эпоха уже с этим, но, если мы возьмем то время, когда этих гаджетов не было, у нас как было раньше, выходишь, например, гулять, да, выходишь гулять, естественно, сейчас, если ты идешь, ты позвонил другу, да, я там зайду к тебе, сейчас буду там, он ждет, в курсе дела, раньше, раньше даже телефон, чтобы поставить в квартиру, надо было стоять очередь, ребята, вот этот вот дисковый телефон, который все помнят, наверное, если кто-то не помнит, может, где-то видел его, там дисковый, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и нолик еще, вот, там такой, крутишь диск, набираешь, и этот, его нужно было еще, ребята, получить, так сказать, не все так было просто, вот, но это уже ладно, это мы еще берем позже, а если мы, отключаем все это, то, мы как делали, выходим во двор, и мы уже, примерно, знаем, наверное, точек, 5, 6, где мы можем встретиться, ну, обычно еще у детей, там, какое-нибудь болото, покататься на плотах, да, или там, куда-нибудь в лес, в парк, я не знаю, в городе в то время нечего было делать, потому что, ну, клубов так таковых не было, ребят, ну, были там такие, знаешь, там, лыжные секции, такие, теннисы всякие, вот, ну, насколько вот я помню, мы выходили, обычно, наше, мое, по крайней мере, излюбленное было место, я не знаю, почему так сложилось, ребят, городская свалка, но не потому, что я любил копаться в мусоре, как вы можете подумать, нет, в то время была такая мода у нас, в общем, короче, я тебе скажу так, я на городской свалке собрал себе три велосипеда, просто из мусора, ну, естественно, не просто мусор, я имею в виду там, а вот эти вот разобранные велосипеды, которые выкидывали раньше, там, за ними не смотрели, я себе собрал три велосипеда, салют, я вот помню, у меня был орленок, еще что-то, потому что родители, ну, никак тебе не могли покупать новый велосипед, он в то время стоил очень дорого, вот, и я вот на городскую свалку ходил с ребятами и собирал, как бы это, блин, дико сейчас это не звучало, и вполне, ребята, приемлемо все было, потом даже помню, ребят собрал один велосипед, меня какой-то мужик поймал, за ухо отодрал, короче, знаешь, в чем меня обвинил, что я у него украл этот велосипед, короче, я малой, разревелся, фигли, пошел домой, мать меня, еще и добавила мне, типа, что-то там всякий мусор, в общем, этот, ну, это, конечно же, не вся жизнь у меня была на городской свалке, вот, что у нас там еще было, да всяко, блин, ребят, в песочницах копались, как эти, как червяки навозные, все грязные, знаешь, придешь домой, мать, е-мое, ты на кого похож, я же тебе новые шорты там купила, надела, а ты весь как, там действительно, там на эти болота, пока сходишь на плотах, а еще с этого плота упадешь, в болотину в это, вылезешь, представляешь, чумазый весь, мама, не знаю, и ты думаешь, блин, как домой-то прийти, мать из тебя три шкуры снимет, вот, помню, даже, знаешь, какая фигня со мной произошла, я тогда с горки спускался, обычные железные горки, не такие, как сейчас, пластиковые, безопасные, раньше были, ребята, металлические, вот сама горка, она была покрыта листами, прибитая гвоздя, эти листы были прибиты гвоздями, и я, короче, на коленках решил прокатиться с одной такой горки, и получилось так, что я, когда еду, там посередине этой горки, посередине этого полотна вылез гвоздь, и я коленом в этот гвоздь, разрываю в хлам себе это колено, разрываю в хлам свои джинсы, или там брюки, я же не помню, что там было, брюки, там обычные были брюки, наподобие школьных, раньше у нас была у всех одинаковая форма, ребята, но это и ладно, это уже не то, и разрываю в хлам, и реву, меня успокаивают, а я реву больше не за того, что у меня колено, блин, коленная чашечка наружу торчит, блин, а из-за того, что думаю, блин, сейчас приду домой, и меня мать отругает за то, что я проволшебный, прикинь, вот такое, ребята, было у нас воспитание, мы плакали, и потому, что нам больно, а потому, что мы боялись получить от родителей тумаков, или быть обруганным, вот я сколько помню себя, ребят, мы вот, как сказать, пожилой человек, да, чтобы ему как-то нагрубить, не дай бог, там сказать, дурак, или иди ты нафиг, вообще такого не помню, в то время у нас была, я считаю, что в то время была вообще у нас культура прям вот на высоте, у нас не было такого, знаешь, если, например, к нам приезжает кто-то, вот у нас, например, в школе девочка была с Африки, училась, ну вот ты прикинь, негритянка черненькая, блин, красивая черненькая девчонка, блин, и ты знаешь, ну да, для нас было немножко дико, что она как бы, ну отличается от нас, да, она черненькая, но чтобы ее как-то кто-то досаждал, чтобы кто-то над ней как-то издевался, такого я не помню, нет, наоборот, все как-то общались, как-то интересно было, как-то, не было вот этого, знаешь, как-то лицемерия, вот круто было, круто, понимаешь, если там, например, кто-то уронил что-то, человек обязательно подскажет, молодой человек там, вы уронили, или поднимет, догонит, и отдаст тебе, знаешь там, или споткнулся человек там, ну не может встать, я вот смотрю, вот в наше время нынешнее, все пройдут там, знаешь, там харчки, плюнут, там еще что-нибудь, или там будет алкаш, алкаш какой-нибудь валяться, да, возле забора, просто стоишь, смотришь, его просто, ребята там начинают уже, или на машине проезжаешь, его просто начинают, грубо говоря, обворовывать, там снимают с него ботинки, я не говорю про бомжа какого-то, бомж там, нет, обычный человек просто выпил, упал, ну плохо ему стало, и вместо того, чтобы вызвать скорую или еще что-нибудь, они начинают с него снимать ботинки, там по карманам шариться, значит, это вот нынешнее время, а в те времена, в мое, ты что, блин, сразу скорую помощь там, е-мое, там, помогут там на скамеечку, если что, ну, вставить, ну, посадят там, оклемаются хоть как-то, но не было такого безрассудства, что так вот пройти мимо там, человека, которому плохо, поэтому, есть, есть, что сравнить, да, в то время была немножко скучная, конечно, жизнь, я ничего не говорю, но, в свое время она была хоть скучна, но она как-то развивала нас, а мы сами себе находили какое-то занятие, то есть, мы не сидели, у нас, чтобы мы дома сидели, я вот этого, ребята, вообще не помню, вообще не помню, чтобы меня заставить дома сидеть, меня наоборот, мать выходила, искала, блин, потом ремня мне давала, за то, что я там это, а я же знаю, я уже привык, что там, знаешь, как по солнцу определить, темно, ну, уже сумерки там, уже пора домой, думаю, блин, но ведь они же гуляют, я же тоже хочу погулять, и этот, и сидишь, играешь, и видишь, уже мать идет, уже, ты, еб мою, думаешь, ща как влетит, она тебя за ухо, давай домой, сейчас отец с тобой будет разговаривать, ты думаешь, ну все, попал, приходишь, сидит батя суровый, думаешь, блин, сейчас ремня даст, но нет, как говорится, мужская солидарность, все нормально, ребята, никакого ремня мне не давал, ну да, конечно, он и по головке не погладил, так строго со мной поговорил, но, не было никакого рукоприкладства, и тому подобное, нет, мог, конечно, что там тапок там снять, там дубануть, а то, как раньше, я помню, там говорили, какими-то там палками били, не знаю, может быть, мне просто повезло, что меня не били никакими палками, там, бляхами, я видел у ремня протупею, у отца ремень протупею, я просто представил, если бы по моей, блин, нежной пупе, вот этой бляхой бы дали бы, я бы умер бы, наверное, сразу бы, там бляха чуть ли не с пол меня была, вот, а сейчас, а сейчас вообще нельзя, ребята, трогать детей, блин, иначе по судам затаскают, ну, такая вот фигня, а в наше время, блин, из-за уха, мог вообще левый чувак просто подойти, ну, нестили, просто так, если ты проявился, или там что-то сделал, тебя за ухо отведет к твоим родителям, и ты, и тебе еще за это было стыдно, понимаешь, тебе за это было стыдно, то, что, ну, тебя поймали там, и отвели к родителям, и рассказали, что какой-то вот плохой вот мальчик, у нас же было, это, тимурское движение, пионерские лагеря были, все было, ребят, макулатуру сдавали, сдавали металлолом, я не скажу, ничего в этом плохого нету, блин, ну, не знаю, в пионерских лагерях все же дружно как-то были, все как-то вот классно, бывает порой фотографии смотришь, ну, ностальгия, берет, конечно же, свои ребята, а сейчас что, не, ну, сейчас, конечно, кто-то может там куда-то съездить, путешествовать, как бы больше горизонтов, больше этого всего, сейчас так, в то, в наше время-то, конечно, такого практически не было, вот, так что, тут уже судить, ну, я как считаю, что всему свое время, ребят, кому-то, вот, вот я, кстати, еще хотел, вот, такого, детям, да, когда я помню, вот, там, с огорода приезжаешь, ну, с деревни, да, даешь им там молоко, или там, или наоборот, с ними едешь, даешь им молоко, там, они этого не едят, я говорю, что вы не едите, фу, невкусно, знаешь, почему невкусно, ребят, потому что они уже привыкли к глютамату натрия, то есть они везде, любой продукт, который бы они не ели, он везде с добавками, то есть, все, наверное, знают, что добавляют в эти, ну, там, я не знаю, там, да даже рыба, та же самая, ребята, красная рыба, которая, блин, продается, и то идет с добавками, нету ничего натурального, и поэтому, когда ты своему ребенку даешь натуральное что-то, да, например, вот просто с огорода, там, я не знаю, там, нет, ну, здесь, конечно, грех жаловаться, потому что с огорода, извините меня, ребята, огурцы, помидоры, там, я не знаю, это все свежее, все очень вкусное, все очень сочное, такое мягкое, клубника, та же самая, вишня, если там у вас посажена, это все совсем, ребята, другое дело, а вот такой вот, чтобы в магазине, нет, ну, на рынке, на рынке, да, можно на рынке взять, я не спорю, найти качественные продукты, но, опять же, ценник, иной раз, такой ценник, он ломит, думаешь, е-мое, они, вы что, блин, с другой планеты, привезли, что ли, эту ягоду, или этот овощ, или фрукт, не знаю, почему, с этим планом, в этом плане, у нас так все туго, не, ну, если хотя бы это, давайте достойные зарплаты, там, или еще что-нибудь, раньше, помню, на поезде едешь в отпуск, да, на каждой остановке, там, управление был минимальный, сейчас, вот, в последнее время, когда вот я ездил, и, сколько, ребята, травятся людей, сколько травятся людей, всякими, там, чебуреками, которые они там берут, там, копчеными всякими рыбами, колбасами, там, это, ужас просто, я говорю, ребят, своими глазами лично видел, блин, там, дорвоты, да, да, я не знаю, там, не буду я это описывать, короче, конечно, а в то время, когда ездил, ничего не было, ну, потому что не было тогда, не, может быть, был, конечно, там, спекулянты всякие, там, эти, обманщики, но, понимаешь, на тот момент, наша милиция нас берегла, блин, там, не дай бог тебя поймают, с этой палкой колбасы, там тебе впаяют, такой срок, что, мама, не горюй, так что, как бы, в этом плане, да, минимум коррупции, как говорится, максимум выхлопа, так что, друзья, мои, вот так вот, еще раз повторяю, всему свое время, все это, все это пережитки, мне просто, есть с чем сравнить, у меня, я на разломе эпох, так скажем, да, до, то есть, я рожденный, как бы, в СССР, рожденный, при СССР, я его увидел, возможно, не во всей, такой взрослой жизни, как хотелось бы мне, конечно, но я с родителями, с ними разговаривал, все были довольны тем временем, все, никто практически не был там, да, были свои какие-то маленькие нюансы, потому что в любом поколении есть какие-то там заморочки, но жили люди достойно, и вот этот перелом, который у нас, вот это пережитки 90-х, вот это все, то есть, сложные вот эти эпохи, которые, естественно, тоже, ребята, оставляют очень такие неприятные отпечатки в твоей памяти, вот, но тем не менее, мы это пережили, все, и вот сейчас у нас, ну, в принципе, ребят, более-менее хорошо, единственное, конечно, ценники падают, меня вот раздражает, например, такая перспектива, что если, повышается пенсия, то сразу же в магазинах повышаются продукты, по ценнику, понимаешь, вот у меня вот это вот раздражает, пенсионеру добавляют пенсию не для того, чтобы, блин, подорожала, блин, продукция в магазинах, а для того, чтобы он себе мог позволить что-то купить, а у нас, е-мое, оп, сразу ценники взлетели в магазине, а люди, которые работающие, им, соответственно, зарплата не начисляется, и в результате мы опять работаем в ноль, то есть мы себе что-то позволить не можем, все в кредитах, только и в долгах, ладно, это уже другая тема, друзья мои, все, я на сегодня, пожалуй, буду закругляться, мы сегодня с тобой дошли до Лиги Сегунов, три звезды, ранг 30, мне буквально не хватило, наверное, одного, ребята, поединка, ну, двух, может быть, чтобы мы оказались в Лиге Мастеров, ну, вы прекрасно знаете почему, потому что там был такой момент, где нас два раза не пропустили по кубкам, ну, что же, надеюсь, серия вам понравилась, надеюсь, я не утомил вас своей болтовнёй, а на этом всё, всем удачи и до новых скорых видосиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова